Мы будем использовать teletype.in, этот сервис, вместо домена и хостинга. То есть здесь можно размещать бесплатно. Я вам покажу, как создать эту страницу. Это один из вариантов, как можно работать. В принципе, неплохо. Кликаете, попадаете на такую страницу. Можно нажать «Создать блок», можно нажать «Войти». Давайте нажмем «Создать блок» и предлагают почту, пароль. И вот здесь у вас username заполнить, как вы будете называться. Можете придумать. Мне удобнее через Google. Здесь можно «Вконтакте», можно, вот я вижу даже «Телеграм». Но я через Google тестировал и все хорошо получается. Если есть Google Почта, делайте, как я. Если хотите, например, на почту Яндекс, на какую-то другую, то можете здесь вбить почту, пароль и, соответственно, придумать логин и войти. Я делаю вот так. Нажимаю сюда. Ну, на этом аккаунте я зарегистрирован уже. С него мы и будем копировать. Я сейчас на второй аккаунт зайду. Покажу, как регистрироваться. Вы нажали. Нажали сюда. Придумаете «Некнейм». Ну, давайте я напишу, надеюсь, такого никнейма нет. Зарегистрироваться. Этот юзернейм уже используется. Зарегистрироваться. Вот такого нет. Остбонд. А сразу нам страничка, что в телетебе появилась возможность добавлять свои донаты, активировать. Я этот момент попозже в видео вам покажу, пока не буду. Это для того, чтобы прикрутить кнопочку «Задонатить». Мы это будем использовать. Но давайте все пропустим. А так, да, конечно, интересно. Привязывайте карту и, соответственно, человек вам может перевести сумму денежек. Здесь вот моя лента «Новости». Но нам что интересно. Вот мы здесь находимся. Все, вы зарегистрировались. Нажимаем вот сюда. И можно нажать вот на свое имя. Это ваш блог. Нажимаем. Мы перешли в блог. Здесь у вас нет ни одной статьи. Запланированные, скрытые, черновики. Мы будем делать статью одну открытую. Это подписная. И одну скрытую. Это страницу с уроками, чтобы ее никто не мог видеть, а могли перейти по ссылке. Когда человек у нас подпишется, мы будем давать в письме ссылочку на страницу с уроками. Соответственно, только так ее можно получить. Итак, теперь перейдем к настройке страницы. Вы уже должны были зарегистрироваться в Телетайп. Вот здесь у меня тестовый аккаунт. Видно фотография мультяшная. И здесь вот я сейчас перешел, как бы вы перешли на мою страничку от автора Буни. По этой ссылочке. Теперь, что вам необходимо сделать? Давайте, наверное, так вот. Правая кнопка мышки открыть в новой вкладке. Все. Правая кнопка мышки навели. Кликнули. Выскочило меню. Выбрали верхний пункт открыть в новой вкладке. Вот он, заголовок. Вернулись. Копируем один заголовок. И вставляем в поле заголовок. Выделяем. И вот здесь вот по центру. Отлично. Идем дальше. И дальше, начиная бесплатный курс и все ниже, прям вот выделяем все. То есть, как? Ставим курсор перед буквой Б. Нажимаем левую кнопку мышки. И просто вниз, не отпуская левую кнопку мышки, протягиваем, протягиваем, протягиваем. Я колесиком кручу. И до самого низа, вот до слов Бондаренко остав. Вот до сюда. Что все выделилось. Правой кнопкой мышки. Копировать. Иду на нашу страничку. И уже у себя на страничке, которую я создаю, вставить. Ждем какое-то время. Оно не сразу подтягивается, но подтягивается. И мы видим, что в принципе довольно прилично все вставилось. Если где-то что-то уехало, мы сейчас поправим. Посмотрим. Вот видите, старт проекта. Большая картинка. Кликаем на нее. Вот здесь оригинальный размер. Нажимаем. Ширина колонки. Оп. Она стала маленькой. Все отлично. Теперь наша задача здесь поставить наши ссылки. Если хотите, можете заменить видео. Но я посмотрел, что большинство партнеров как бы не кликает. Надо кликнуть вот сюда, когда оно не в режиме редактирования. И соответственно скачать его. Потом перейти или перейти на YouTube. Там по ссылкам смотреть. Ну мало кто это делает. Но если есть желание, то можете соответственно все это сделать. Давайте я сразу покажу, как видео здесь вставлять. Вот на примере этого видео. Вот вы взяли видео к себе, залили на YouTube канал. Взяли ссылку. Это тем, кто хочет мои видео скачивать, к себе перезаливать и так далее. Если вы не хотите, то пока игнорируйте это. Потом навели, например, вот написали какой-то заголовок. Хотите, чтобы ниже ваше видео вставилось. Нажимаете Enter. Появляется такой плюсик. Видите? Значит здесь около него вставляете ссылку на видео и еще раз нажимаете Enter. Все. Ваше видео загрузилось. Вот и все. Так легко вставляется видео. Если хотите удалить, ниже, вот здесь под видео, под заголовочек, описание всегда написано. Вставляете курсор мигает. Нажимаете Backspace. То есть стрелочку назад, как вы стираете буквы. Стереть. Все. У вас стерлось. То есть мы оставили все. Если нажмете урну, вот здесь у вас все это удалится. Если галочка, это сохранится. Но пока это не трогаем, мы в конце это сделаем. Здесь у нас панелька управления. То есть когда мы что-то выделяем, то панель управления именно текста или вот этих вещей появляется. Они, видите, разные. Итак, что нам нужно? Тут Telegram чат для партнеров. Если у вас есть свой Telegram чат, вы вот так выделяете. Выделили. Вот здесь нажимаете значок цепочки. Вот это удаляете урну. Выделена у вас, видите, еще раз цепочка. Курсор вставляете. Вставляете свою ссылочку на свой чат. Нажимаете вот эту стрелочку. Вот. И в принципе все вставляется в ваша ссылка. Хотите ее сделать жирным, выделяете. Букавка B. Она будет жирная. Это чат для партнера, если меняете на свой. Хотите мой оставить? Оставляйте мой. Если хотите удалить, так выделяете. Нажимаете просто удалить. Она удалится. Ниже, что у нас здесь видео. Вот регистрация в проекте Racketone. Жми сюда. Для того, чтобы взять ссылку в проекте Racketone, мы должны перейти. То есть мы идем в проект Racketone. Можете, кстати, по этой же ссылке под видео и перейти в него. Вот сюда. Переходим в проект. И вот здесь сверху моя ссылка. Мы должны войти в свой аккаунт. Нажимаем моя ссылка. Она копируется. После этого переходим на нашу страничку. Следите, чтобы это была ваша страничка. Вот в режиме редактирования должно быть. Потому что моя страница здесь вот так, да? Вы себя видите. А в режиме редактирования, вот урна здесь будет стрелочка. Вот в этом режиме это значит страницу вы редактируете. Выделяем вот так вот слово. Опять появилась ссылка. Нажимаем. Удаляем то, что здесь есть. И вставляем вашу партнерскую ссылку. То есть удалили урна, вставили ссылку. Нажали стрелочку. И у вас все заменилось. Я этого делать не буду. Теперь мы хотим сделать, чтобы здесь было подобие кнопочек. Они такие беленькие. Как это делается? Выделяем. Так. Давайте Enter нажму, чтобы было вот так вот. Все. Ссылку ставили. Когда выделили, вот такая панелька получилась. Здесь мы видим, что заголовок H3 текст. И вот здесь такой вот с капелькой как бы наклонный перечеркнутый квадратик. Нажимаем. Выноска называется. И выбираем цвета. Вот я выбираю фиолетовый. Сбоку кликаем. И как бы кнопочка. Видите? То есть это текст с ссылкой, но он такой вот обводочкой становится похож на кнопку. Здесь нельзя в телетайпе вставлять кнопки, но можно делать такие импровизированные кнопочки. Вот это я и делаю. Авторизация на втором сайте. Можете не менять. Здесь не партнерская ссылка. Здесь прямая ссылка на второй сайт. Когда человек зарегистрируется в первом сайте, то, чтобы войти на второй сайт, он приходит по прямой ссылке, вводит почту и логин от первого сайта. Мы помним. И, соответственно, все заходит в аккаунт. Поэтому здесь ничего не меняем. Единственное, что у нас пробегаемся ниже. И регистрация. Вот здесь ссылочку свою на регистрацию также вставляем везде. Вот я этого пока делать не буду. Вставили. Она появилась. Да? Ну-ка, я проверю, не улетели ли у меня ссылки. Нет, не улетели. Хорошо. Потом ниже. Еще опять также выделили. Мою удалили. Свою поставили. Еще ниже кнопочка. Также давайте я, кстати, сейчас кнопки поделаю синим. Чтоб не просто так вот так раз. Дальше выделить. Ссылку поменяли. Нажали синим. Ну, можете любой цвет выбирать. Тут тоже ссылка поменяли. Потом, когда все заменилось, кликнули. Смотрите. Вот такое у вас меню выделили опять. И поставили кнопочку. Здесь чат. Если не нужно, удаляете. Если хотите, оставляете мой. Если ваш есть, то вместо вот этой моей ссылочки на чат, на мой оставляете свой чат. Ну и здесь вот это видео, которое вы сейчас смотрите, я размещу, когда здесь запишу. Возможно, здесь еще что-то добавится. Чем удобна такая страничка? Что здесь можно добавлять какие-то свои вещи, которые необходимы. Еще одно дополнительное видео и так далее. И сразу скажу, что, пожалуй, для партнеров, которые войдут в Ракетон и оплатят площадки, и кто захочет сделать подписную страничку, получить инструкцию от меня, как еще и подписную страницу делать, чтобы все это завернуть именно в автовороночку, чтобы набирать подписчиков, как вот я это сделал, и переводить на страницу с уроками, то тогда после активации оплаты в сервисе Ракетон напишите мне. Я, если вижу будут запросы, сяду, запишу это видео и буду рассылать своим партнерам, как уже такую воронку полноценную делать именно с подписной. Но, в принципе, это довольно легко делается и можете сами сделать. Самое главное, что наверняка многие не знают, как редактировать Телетайп, с этим не сталкивались. Вот я с этим встречался, хотя это все бесплатно можно. Вот сейчас я этот урок и записываю. Также, если у вас есть своя подписная база, вам просто можно... Вот всегда важна скорость. Что вы делаете? Вы делаете, копируете страницу, как я сейчас показал, и у вас уже страничка есть. И моментально можете отдать партнеру. А уже потом настраивать уже подписную, вот это все заворачиваясь в такую автовороночку. То есть скорость важна. Ну да, здесь видите, давайте покажу немножко. Вот текст, если у нас. Вот я выделяю весь текст. И вот он мне выделился. Б. Это жирным. Вот убрал жирность. Опять нажал. Б. Вот она, жирность. Поставить можно. Можно этот текст поменять, например, на... Там вот H2, он большой становится, да? H3. Это заголовки. Можно делать вот цитата. Появляется вот такая вот штука с полосочкой здесь сбоку. Вот можно нумерацию списка. Можно код HTML вставлять. Насколько... А, нет. Здесь можно код вот так вот делать кодом, чтобы вот так вот было. Интересно тоже, как бы, в таком режиме. Давайте я сейчас поменяю. И можно обычный текст. Вот у меня обычный текст был. Вот пусть и остается. И здесь можно также делать по центру слева-справа текст. Ну и в принципе все. Тут не хитрое такое редактирование. Что еще? Зачеркнутый, подчеркнутый, наклонный можно делать текст. Это все, с чем я работал. Как вставляется картинка? Все очень просто. Давайте посмотрим вот на примере картинки. Вот я после нее сейчас поставлю. Вот сюда, под нее. Вот видите, появился плюсик. Все, нажимаю плюсик. Можно заголовок вставить, в списке вставить, нумерацию, выноска, код, разделитель, полосочка такая, чтобы было оглавление. Вот изображение. Можно хэштег, фрейм поставить. Вот видео с YouTube. Видите, можно в email, Twitter или это кнопочки, да? TikTok. Что тут у нас интересно? Ну, я вконтакте не вижу, чтобы здесь было. Я бы сейчас попробовал. Ну, вот Telegram так бах. И введите сюда свою ссылку. Все. Ссылочку на Telegram ставите, да? То есть, вот так они сделали. Давайте покажу, как картинку. Картинка у нас. Вот она, картинка. Изображение. И он просит изображение какое-то. Давайте я сейчас сделаю вот это свое изображение. Поставлю. Открыть. И, ну, оно такое большое. Можно его немножко шире на колонке или одна вторая аренда. То есть, чтобы маленькие было. Видите? Можно свой размер какой-то установить. Давайте вот маленькое сделаю. То есть, вот так. Вы здесь какую-то любую картинку, так это фотографию вставил. Вот здесь что-то можно подписать. Можете свои контактные данные написать. При затруднениях там пишите мне, предположим. Вот здесь вот. Вот смотрите. Курсор двигается. Ничего. Значит, Enter нажимаем. Плюсик появился. И теперь давайте напишу. Ну, давайте пусть будет список. Я в Telegram, предположим. И сюда. Там дали свой логин в Telegram, например. Лучше не логин. Лучше ссылку. Но я логин пока пишу. Чтобы быстро, да? Потом. Я в ВКонтакте. И прописали ВКонтакте. То есть, каким образом мы переходим во ВКонтакте в свой профиль. Берем ссылку. Возвращаемся на страничку. Сюда вставляем. Она может вставиться ссылочка. Может нет. Чтобы проверить, что это ссылочка. Выделяем. Нажимаем. Вот есть ссылка. Хорошо. Бывает нет. Тогда надо вставить и добавить. Но ссылка есть. Поэтому я закрою. Ну, в принципе, вот так. Если надо выделить жирным, то можно взять и выделить жирным. Вот эти вот вещи, да? Все. Я думаю, поняли. Тут же можно указать почту. И здесь можно поставить. Так. Ну, он у меня по центру идет, да? Право-влево не смогу сместить. Ну, значит все. Значит, так и оставляем. Можно здесь еще, например, пишите мне. Сейчас я. Пишите мне на контакты ниже, если есть вопросы. Ну, не буду писать, что есть вопросы. Просто вот так вот, чтобы вы понимали. На контакты ниже я хочу подчеркнуть и сделать жирненьким. Вот так. Хотя нет, жирно не смотрится. Убираем. Пишите мне на контакты ниже. Чуть ниже сделаю. Вот так. Вот. Вот и все уже хорошо смотрится более-менее. Тут можно указать почту, что-то еще. Это я просто показал вам, как это может быть. Когда вы все отредактировали, нажали вот здесь стрелочка. Она может быть доступна всем. Можно делать скрытой. То есть, только по ссылке можно ее увидеть. Например, страницу с уроками я размещу только по ссылке. Чтобы человек подписывался, а на страницу с уроками на Телетайп, он ее так не видел, он переходил только по ссылке. Но это по желанию. Можете оставлять, как вы хотите делать. Скрыто. Вот черновик, чтобы никто не видел. Или автопубликация. Запланировать. Написать несколько вещей. Если вы статьи пишете, запланировать. SEO. Решите индексацию поисковиками. Здесь ссылочка, которая будет у вас. Хвостик. Можно ее по-своему написать, если хотите покрасивее сделать. Здесь подтягивается картинка. Если у вас в тексте есть картинка, она подтянется. Если нет, то будет без картинки. Поэтому рекомендую вам всегда какую-нибудь картиночку вставлять. Поэтому вниз вставил картинку, чтобы был пост с картиночкой у нас. Здесь у нас заголовочек идет. Подтягивается с текста и описание. Вы можете поменять свое. Это то, что в социальной сети будет выскакивать. Когда человек нажмет поделиться, выйдет картинка, заголовок и описание. Можно всю свою ссылочку вставить. Будет подтягиваться в социальную сеть. Но хотя там ссылка и так будет. Здесь можно выбрать категории. Если они есть, если нет, то нажать вот здесь. Создать категорию, например, партнерки. Или MLM, или заработок, или здоровье от партнерки. Добавить категорию. И вот она появилась. Все. Потом вы можете кликнуть эту категорию, выбрать. Вот здесь она появилась. Выбираете. И когда человек находится в вашем профиле. Если у вас, например, в категории партнерки. Есть несколько статей. То они как бы подтянутся. Эти статьи все ему высветятся. Можно закрепить эту статью, чтобы она самая верхняя была среди ваших статей. Можно запретить или разрешить комментарии, реакции, подписки. Но я все оставляю. Категорию не добавляю. Потому что это у меня идет страница с уроками. И я, в принципе, буду ее убирать, чтобы ее видно не было. Но если хотите оставить, например, заработок в интернет или там еще что-то. Пожалуйста, укажите и все. Пусть она у вас будет открыта. Я же выбрал здесь. Еще раз напомню. Вот. Скрыто. И нажимаю. Скрыть. Все. Если я сейчас перехожу вот сюда и на свой профиль. Мы видим, что нет у меня. Вот закрепленная. Нет ее, да? Но если я захожу в скрытые. Вот она есть. Скрытых у меня две есть. И если я хочу открыть ее. Нажимаю здесь карандашик редактировать. Опять сюда нажимаю стрелочку. Нажимаю доступно. Нажимаю опубликовать. Нажимаю имя. Вот сюда на свой профиль. И я перехожу. И вижу, что она появилась. То есть закрепленная верхняя моя осталась, которую я закреплял. И выделял цветом. А здесь нижняя. Вот она. Вот появился заголовок. Вот появилась картинка. И вот появилось описание. Это со страницы подтягивается. Это мой тестовый блок такой. Здесь нет подписчиков. Также здесь, чем интересен телетайп, к вам могут приходить подписчики. Смотрите. Вот я здесь на своем основном аккаунте. Сейчас я перейду. Вот у меня 86 подписчиков уже. Здесь можно задонатить. То есть мне деньги могут перевести. То есть если я перейду, то видите, можно разную сумму перевести. Привязываешь карту или через Яндекс.Пай это можно сделать. Вот мне эти донаты уже отсылали. То есть в моем кошельке нет. Но 250, 250, 103 человека. 600 рублей мне переводили. Я перевел это все на карту. Вывел единым платежом. То есть вот такие вот безвозмездные подарочки здесь можно получать. Это тоже я уже в своем обучении даю. Вот скрытые мы видим страницы. Видим открытые. 10 статей. Видим сколько подписчиков. Я на одного подписался человека. И вот мои статьи. Криптовалюта. Заработок. В общем более чем подробно рассказал. Чтобы новую статью можно нажать здесь. Либо нажать плюсик. Вот здесь можно нажать. Посмотреть ленту партнеров. Кто что публикует. Вижу Вячеслава Пилкин активно делает. Вот еще люди публикуют статьи разные. А если мы нажмем колокольчик назад. То мы можем перейти в кошелек. Или посмотреть кто как отреагировал на нашу статью. Теперь у вас есть страница. Можете делать ее открытой и закрытой. Как хотите. И вы можете вот эту ссылку верхнюю давать на страницу. То есть вы должны быть не в режиме редактирования. Как я сейчас. И вот эта вот ссылочка на страницу. То есть если я скопирую ее. Давайте зайду в режиме инкогнито. Так вот сюда проверяем. Вставлю и перейдем. Как человек не зарегистрированный. Переходим. Смотрим все открылось. Вот войти у нас. Подписаться. Видим автора. И видим что сегодня. Если здесь например выбрали математику там заработок. Там дали партнерки. То здесь будет еще и тематика. Партнерки например. Ключевое слово. И все. Можем пойти посмотреть какие ссылочки. Попроверять. Попереходить. Что все правильно было. Видите фотография. Пишите мне на контакты ниже. Я в телеграм. Я в контакте. Можно поставить понравилось. Человеку надо присоединиться. Чтобы он мог реакции делать. И могут люди писать комментарии. Соответственно. Когда сами это все проделали. Я рекомендую самому опуститься вниз. И самому себе. Вот так нажать понравилось. Видите. Все. Единичка. Появилась. Один просмотр. Одна реакция. И здесь также можно еще поделиться. Например. Я сейчас нахожусь. На страничке. Вот. Я могу в принципе поделиться в телеграм. Либо скопировать ссылку на эту статью. Либо в фейсбук. Ну фейсбук и твиттер в России сейчас ограничен. Поэтому у нас есть телеграм. И можно ссылочку скопировать. Поздравляю. Страничка настроена. Настраивайте свои страницы. Набирайте. Стройте команду. Стартует проект. И соответственно. Мы с вами хорошо заработаем. И также можно продолжать использовать эту страницу. И дальше. Ее можно. Как вы понимаете. Легко подкорректировать. Уже на действующую инструкцию. Видео ниже мы все оставим. Инструкция по регистрации. И так далее. А можно верхнее видео. Например. Предстартовое. Убрать. Заменить на другое. Объясняющее. Как правильно войти в команду. Какое-то видео. Где будут результаты. И где будет информация. Которая заинтересует человека. Чтобы он просматривал курс. Регистрировался. Заходил в команду. Набирайте много партнеров. И хорошо заработайте на старте проекта.